Здравствуйте! Вы смотрите телекомпанию «Южная волна». Меня зовут Марина Аксенова. Я приветствую жителей Одессы и Одесской области. Сегодня у нас в студии гости. Сейчас мы узнаем, кто же к нам пришел. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Уважаемые одесситы, жители области, я хочу представить гостя нашей программы. У нас сегодня в гостях в студии лидер партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области. Хотя я считаю, что всегда приставка «экс» неуместна, потому что очень трудно, если человек был президентом или губернатором, он навсегда им и останется. Во всяком случае, в своих воспоминаниях. Секс, секс. Однозначно. И, конечно, первый вопрос. Соскучились ли вы за Одессой, за Украиной? Очень, очень сильно соскучился. На самом деле, знаете, я 16 лет приехал учиться в Киеве. Я офирмировался как лично в Киеве. У меня много друзей близких там всегда было. У меня маленький дом под Киевом. Но больше всего, когда я вынужден был отсутствовать в Украине, я скучал по Одессе. Почему по Одессе? Я вам объясню. Во-первых, потому что здесь встретил огромное количество хороших людей. Во-вторых, потому что Одесса больше всего похожа на мою родную Грузию, очень похожа на Тбилисси, Воронцов, Украф, Воронцов, Строл и то, и то. Но люди похожи. Но третье, главное, что у меня осталось чувство невыполнимой миссии по Одессе. Я считаю, что я влюблен в идею Одессы как самого перспективного центра не только Украины, но всей Европы. Я считаю, что Украина единственный шанс попасть в реальную Европу, это что Одесса растет, Одесса с собой заберет Украину в Европу. Я считаю, что это самый интересный город потенциально вообще в европейском континенте. Абсолютное чудо. Конечно, очень жалко наблюдать, что он в таком состоянии. Но реально, вот это моя любовь к Одессе. Это не просто к Одессе с теперешней, но к тому, что из Одессы может получиться. Я поняла вас. Вы знаете, вот украинцы немножко потерялись в какой-то момент, потому что когда проходили выборы в Грузии, у нас сложилось такое впечатление, что вы об Украине забыли. У вас даже посты в Фейсбуке были на грузинском языке. Естественно. Потому что у нас проблемы, у нас с олигархатом проблемы в Грузии, в Украине, в Молдове недавно. Если бы я умел писать посты на молдавском, я бы на румынском написал на румынском. Почему? Потому что олигархи не дают жить людям во всем этом пространстве. Вот я вчера-позавчера и в эти дни вообще много общался с Майей Сандой, но он премьер-министр Молдовы. Для нас это все, что касается борьбы против олигархата, против реально несправедливости по отношению к нашим людям, где бы они ни жили, они очень важны. Естественно, я очень заботюсь про Грузию, но я точно знаю, если Украина не будет успешна, Грузия вообще не может быть на карте. Ну реально, может не быть на карте. Реально мы прекрасно понимаем, что писать успешные, прочитающие Украине, это не спональные слова. Вот если, например, Грузия на Черном море, правильно? Но она на Черном море дальше намного, чем Одесса. Вот не дай бог, что Одесса закроется, не дай бог, что Одесса не будет того, что мы мечтаем, про Грузию никто не вспомнит. Просто дальше никто не будет смотреть западной части мира. С точки зрения геополитики, получается, перекроются проходы. Да, и у меня вообще нет вопроса, что где сейчас мои приоритеты. Приоритет в том, что здесь сейчас был успех у людей. А тем не менее, почему в Грузии не увенчались успехом? Потому что у нас олигархи, которые крадут выборы, но я по вопросам, у меня 70% поддержки нашего электората, это может перепровериться. По всем вопросам мы очень сидим. Хотя очень удивительно. Я, будучи уже, будучи до этого 9 лет президентом Грузии, потом у меня в Грузии не было 6 с лишним лет, и до сих пор я остаюсь самым популярным политиком Грузии. Почему? Ну, это по всем вопросам так. Потому что, в отличие от украинских политиков, которые ничего хорошего для своей страны не сделали, я увеличил бюджет Грузии 12 раз, я увеличил экономику Грузии 4 раза, 400% рост был экономикой ВВП. Представляете, за 9 лет в Украине за последние 5 лет сокращение произошло на 40-45%. Мы превратили Грузию в самой криминальной страны, в самую безопасную страну в Европе. И, по-моему, коррупцию снизили тоже на 20 ступенек. Нет, нет, коррупцию снизили, это самые коррумпированные страны, мы стали реально в этой части Евразии, точно самые некоррумпированные. Ну, сейчас там чуть-чуть она возвращается, но все равно это не тот масштаб, который вообще можно представить в Украине, это небо и земля. Поэтому люди туда по мне тоскуют, но, с другой стороны, они с пониманием относятся к тому, что я сделаю здесь, потому что они тоже понимают, что мое сердце принадлежит к двум странам, потому что я 13 сниженых лет провел в Украине. Я служил в Украине, я учился в Украине, я работал в Украине. Только не женились на украинке, так все. Так уж на голландке. Но, с другой стороны, я инвестировал сильно, много души вложил в Украину, и для меня это частично моей души. Как можно, во-первых, когда столько людей тебя любит, когда столько людей поддерживает, когда меня посадили в изолятор в Киеве, 100 тысяч лишних, 100 с чем-то тысяч киевлян, минус там 15, по-моему, было градусов, снег падал, я через тюремную камеру видел этот снег, и вышли на улицы это протестовать. Это ж обычные люди, это ж не какие-то политики вообще меня бойкотировали. Все политические партии сказали, что это сумасшедший. Обычные интеллигенты, когда меня там СБУ похитило из дома, это похищение было, потому что так сказал судья Лариса Цокола, Печерского суда, обычные киевлянки, в норковых шубах некоторые с бриллиантами, стояли, поднимали брусчатку, передавали друг другу. Потом первая шеренга была мужчин, которые это кидали в СБУ, чтобы меня освободили, и они меня освободили. То есть как можно этих людей забыть, их глаза? Я сидел в наручниках внутри и смотрел на этих обычных интеллигентных людей, которые, там кто-то приехал на своем шикарнейшем Мерседесе и просто перед автозаком бросил Мерседес, и они говорят, на, проезжайте. И этот говорит водитель, сейчас я протараню этот Мерседес. И, то есть, вот люди так на меня отзывали, совершенно незнакомые люди. Поэтому, естественно, то же самое в Одессе, когда до сих пор, я сейчас, когда думал, идти в Верховную Раду Украины, я вышел на улицу на Крещатик, с нашего офиса, там, недалеко от Крещатика, на третьем этаже, первый человек, который мне встретил, был человек из Коды. И молодой парень, он говорит, дорогу, которую ты начал строить, достроилась, но после тебя много нарушений. И все говорят, где наш Миша? Вот, и для этого парня, ну, Кодыма парень, я, конечно, его не видел, Кодыма это я не был несколько раз, но то, что они помнят. Поэтому мы завтра встречаемся с Одесситом, у Дюка, в 8 часов вечера. Я просто соскучился, я хочу посмотреть с этим людям в глаза и отчитаться, отчитаться, и сказать, что я думаю про ситуацию здесь. Вы, когда приехали в Украину, вы сказали, что не будете принимать участие в парламентских выборах. И, тем не менее, буквально через некоторое время передумали. Почему? Нет, потому что, во-первых, я разобрался в юридической ситуации. Это того юридической ситуации, что у меня не было пятилетнего стажа. На самом деле он у меня есть, потому что эксперты конституционного права сказали, что эти полтора года, которые отсутствовали, они с почетами считают. Это раз. Во-вторых, вторая ситуация в том, что я осмотрелся, я посмотрел, что хорошие люди, много хороших партий, но сажать никто не собирается. Они все хотят, ребята, давайте дружу, дружу. Это хорошо, например, я уверен, что Зеленский с мафиозом договориться не будет. И он их многих подвинет. Но пока планов конкретно вот этих сажать, у них нет. А если нет планов сажать, то через какое-то время они развернутся, вот эти, которых он подвинет сейчас, а возможно, с неминумыми ошибками, что у любой новой команды, молодой, будут ошибки, искренне, не коррупционные, но будут. И они обязательно будут их кромсать, на них нападать и просто их уничтожать. Поэтому, мне кажется, у меня больше опыта в этом. Потому что через 100 лет я проходил в Грузии, в Одессе, я знаю, как это выглядит, когда тебя уничтожают. Поэтому, мне кажется, что просто президента Зеленского надо усилить вот этим крылом, более таким настойчивым, что старый политический класс, а на самом деле мафию, надо уничтожать, скажем, как лазь, через посадки, через уголовные дела, через то, что они ответили, в том числе, и своему имуществу, за то, что они сделали в Украине. Поэтому, вот я посмотрелся, я со всеми партии поговорил, не вижу я ни одной партии. Та же слуга народная, которая мне кажется, сейчас играет потрясающую положительную роль. Почему? Потому что они будут реально очищать политическое поле, они чистильщики вот этого политического поля, но при этом это должно еще дальше пойти. Вот еще дальше, больше я никому не выйдем, поэтому я просто веду людей, веду и вторая история. Есть группа людей, которых ни одна партия все не развивала. есть два человека в Харькове, Харькове, Булах и Черняк. Это люди, которые всегда боролись с Кеннесом. Их никто никогда в списке не берет. Вы их взяли? Да, потому что, да, они первые десятки. А почему не берут, все хотят договаривать с Кеннесом. Есть там человек, допустим, Олег Михайлович, тоже, многие хотят договориться с Рухановым, поэтому они их в списке не берут. И вот в этой ситуации, когда есть вот эти типажи, которых, то есть, с которыми надо бороться, есть борцы, которых, и если, например, у нас есть Хана Саламатина, глава департамента по финансовому декларированию имущества чиновников, она человек, который сказал правду про эти декларации, она опубликовала настоящие цифры. Порошенко ей лично угрожал. Ее хотели спасать, ее, естественно, выгнали. Вот есть такие люди. Я так понимаю, что вы все-таки где-то будете как бы правой рукой в поддержке команды Зеленского. Мне кажется, что очень большое, сам больше всего голосов Зеленского получил в Одесской области. И в этом есть причина. Почему? Потому что в Одессу больше всего гновили. Вот Одессу, одесситов больше всего пытались зачморить. Вот эти кланы, вот эти мафиозы и так далее. Поэтому то, что Зеленский получит одно голосов, это и есть пункт Одессы против насилия исторического, то есть политического, экономического, коррупционного, культурного порядка. Это проявление достоинства Одесской области, города Одессы. Но надо понимать, что просто президент Зеленский обращается со всеми, он очень решитель Молдови одновременно достаточно мягкий. Он я не вижу, что он будет идти на репрессивные меры. А на самом деле сейчас, если их не довести до их дела до конца, эти дела, я знаю, о чем я говорю. У нас есть сахварилийцы, посадил тут крупицу главу Крежанаки, главу Затоки, секретаря Затоки. У него были дела на Труханова, конкретные совершенно готовы, у него было дела, он посадил все руководство ОПЗ. А это практик посадок. Он посадил диамантовых прокуроров, это бриллиантовые прокуроры, известные, реально кассиры генерального прокурора, перед тем, как посадить один из киневых, то есть это была самая верхушка прокуратуры, никогда в истории Украины таких никто не сажал, они всегда были неприкасаемы. Вот человек отнес Шокеру в аэропорт деньги, чтобы он поехал к своей дочери в Калифорнию, вернулся обратно, его встретил с акварелью и взял вместе с бриллиантами, вместе с деньгами оставшимися. И эти люди должны практиковать это. Я все-таки настаиваю на том, что все-таки суды должны доказывать вину, если там были какие-то касации, апелляции на сегодняшний день. Есть презумпция невиновности, иначе как мы будем жить, во что мы будем верить? Меняйте судей, ставьте честных судей, честных прокуроров. Судья Лариса Цокол, которая меня отпустила, сказала, что мой арест был похищением, мое дело сфабриковано. Несколько дней тому назад старыми членами Совета Юстиции, которых назначал Порошенко уже после проигрыша на выбор, была уволена со своего поста. Лариса Гольник, которая пошла против местной мафии в Полтаве, практически отстранена от должности. Зато у вас есть суды Приморского суда, и вместе сами знаете с кем, кто их опекает и другими, поэтому ситуация очень простая. Если эти судьи не будут сажать, есть прекрасный прецедент в Латинской Америке, когда создан был международный суд по коррупции. А сейчас это такая общеизвестная коррупция. Концепция надо завести международных судей, пусть они судят украинских коррупционеров, но не получается в украинских судах их на этом этапе осудить. Хорошо, я вас поняла. Давайте все-таки вернемся к той теме, которую вы сказали команде Зеленского. То, что Зеленский это был феномен, его знали все в лицо, знали имя и симпатизировали ему, поэтому, в общем-то, люди поддержали, плюс поддержали те, которые поступили против Порошенко. Но он приводит на места сейчас, извините, тут не кот в мешке, а в мешке уже много котов, скажем так, имена которых мы не знаем. Личности практически даже невозможно прогуглить некоторых. Практически, если вот такой лавина, они заходят в парламент, у нас получается такое однопартийное большинство. Зачем тогда нужны другие депутаты, если они сами все проголосуют? Ну, знаете, во-первых, с одной стороны, очень положительный процесс в чем? Что среди них может закраситься много всякого сорняка, это тоже бывает, потому что понятно, что, во-первых, уже первая полоса была, там кто-то там завел своих родственников, кто-то завел там в том числе бывших параховотов и так далее, и реально Зеленских почистил, реально по мажоритарям Зеленских остановил, ищет других людей и так далее, то есть это хорошо, что он уже на это реагирует, это здорово. Очень хорошо, что он не завел, там, вы знаете, как Народный фронт делал списки, там они завели своих секретарш, преферентов, водителей, там всех подряд, технических работников, просто же прополнить списки. Зеленских никого таких не заводил, он просто кроме известных фигур. То есть это уже положительное, но, конечно, часть этих людей обязательно будет откалывать, это неизбежно, часть этих людей обязательно не окажутся на высоте. Одновременно то, что он хорошо делает, что очень много старых злодеев на местах, в результате этого будут подвигаться. Когда они будут подвигаться, когда Трухановы, Галантерники, их интерес, например, там Кеннис будут подвигаться, это означает, что пока вот эти новые успеют стать злодеями, это слишком много времени. Старые злодеи... Слушай, эти войны, мы уже наслышаны, эти все высказывания мы уже много раз слышали. Ну, мне все-таки интереснее знать, может быть, вы просто мэром хотите Одессы стать, может это... Нет, я... У вас такие планы, потому что, смотрю, что от премьерства вы отказываетесь. От премьерства я действительно отказываюсь. Вы понимаете, что ваша политическая сила сейчас, ну, не преодолеет 5-процентных... Нет, я... Потому что она не имеет по всей Украине... Нет, неправда, неправда. Вы уверены в этом? Сейчас будет настоящая волна огромная, которая смоет все старые партии. А ваша партия? Сейчас вот увидев, уверяю вас, что не только Порошенко может не пройти, может не пройти Батькевщина, может не пройти ну, самопомощь... Батькевщина, я сомневаюсь, она имеет очень большую поддержку, в Сангучии в Одесском регионе имеет. Есть, но сейчас люди хотят голосовать о новых... Хорошо. Давайте я... Это все. И проблема в том, что даже симпатичные партии, у меня дружу там с Юлей Тимошенко, я симпатик, огромное отношусь к Садовому. Я... И, кстати, Садовой пример классный. Он провел много хороших людей, но много из них перекупили. И это Зеленскому надо обязательно смотреть этот пример, что означает новые люди. Новые люди не всегда значат как бы коррупционно непроницаемые люди, поэтому это всегда есть риск. Но все равно это хорошая волна, и многие традиционные партии смоются. Поэтому мы делали свои опросы, и начальный рейтинг, который нам дал агентство Шустера, серьезное агентство, потому что оно точно предсказывало результаты последних нескольких выборов не только в Украине, но и по миру. Нам давали начальных 50%, даже когда мы не объявили. Вот посмотрите, я думаю, что самый лучший опрос это самый день выборов, но я думаю, что мы, я имею взял на себя обязательство этих хороших людей парламент провести, и мы их парламент проведем обязательно. Михаил Николаевич, мне очень нравится ваша идея, появление вашей новой партии, она, кстати, уже зарегистрирована, уже в цикле. Были проблемы с регистрацией, есть до сих пор в нескольких регионах, но в целом, на национальном масштабе эти проблемы сняты. Хорошо, допомню список новых партий, у нас есть, вот буквально недавно появилась еще одна партия, партия Ширия. Вот как вы относитесь к появлению такой партии и вообще к самой персоне Анатолия Ширия? Я думаю, что он капитализирует на том, что люди недовольны, и в них репортажах есть много чего, что совпадает с реальностью, с другой стороны, он однозначно часто бывает очень недобросовестный, часто очень ангажирован. Поэтому это как раз смесь лжи и правды, коктейль, который еще продается среди какой-то части населения. Вот и вся история. Но вы его смотрите? Я видел какие-то его нападки время от времени мне кто-то присылал на меня, которые были совершенно несправедливы и просто были лживы. С другой стороны, я понимаю, что он капитализирует на том, что люди очень недовольны и люди очень злые. Сейчас вообще лозунг «Ребята, давайте жить дружно» этот лозунг совершенно не проходит среди людей, потому что реально сейчас люди Украину превратили в страну третьего мира. Я ездил немного, ну, немного, ездил по Африке. В Африке, даже в Шубсахарне, целый ряд стран выглядит намного лучше, чем Украина. Где была Украина, где я учился в университете, где у нас было много африканцев тогда, они тогда, в советское время, смотрели на Украину как на чудо какое-то. Правильно? С тех пор они развились, поднялись, а Украина опустилась. И опустилась на уровень, например, большие украинские города, пригорода Логоса, например, я был по приглашению президента Танзании. Танзания намного лучше выглядит, чем Украина, извините. Но это печально, признать эту историю. У нас дороги хуже, чем в Африке, здравоохранение хуже, чем в Африке, пенсии практически хуже, чем во многих странах Африки, и феодальный строй похлеще любой Африки. Поэтому вот в этой ситуации люди не могут быть счастливы, когда вот эти полтора миллиона людей каждый год покидают Украину. И особенно Одесса, которая могла бы жить пять, шесть, семь раз лучше. А вот скажите, пожалуйста, вы когда были на посту губернатора Одесской области, ведь вы сталкивались с тем, что вам какие-то деньги не давали на те же дороги, на какие-то коммунальные учреждения культуры, школы. Как вам был, каков для вас был этот год у власти? Я хочу вам допомнить, как мы работали. Мы сначала, когда меня отзначили, я сказал, мне не дайте деньги на Одессу-Рене, потому что я съездил, повредил ситуацию, мне нужна дорога на Вылково, дорога на Одессу-Рене, переправа через Дунай, потому что мы должны связаться с Евросоюзом. Не может быть Одесская область, тупиком. Плюс нам нужна северная дорога для сельскохозяйственных продуктов, с кодами там северных районов, там Балты, до Одесса нормальная, а не то, что там по полям ездить. Барышенко сказал, без проблем, но говорит, сейчас с бюджетным проблем, вот таможни, если вы наведете порядок, все деньги от таможни дополнительные пойдут к вам. Я говорю, хорошо, мы наведем порядок. Я был себя уверен, таможни мы действительно перекрыли коррупцию, но они поменяли закон и сказали, что можно растормашивать одесские грузы на других таможенах. В результате, не то, что мы не получили доход на эту дорогу, они разбили дорогу Одесса-Киева, потому что все фуры с 7-го километра глянулись туда. Потом, понял, что меня разводят и со мной играли на перспективе. Вас там развели? Да, естественно, там, там именно там. Я сел в палатку и сказал, что отсюда не выйду, пока вы мне не дадите и вешеных денег. Порошенко мне звонил, говорит, что про это Нью-Йорк Таймс, пишет, это стыдно, ты бывший президент, как ты можешь... Я говорю, мне все равно, ты меня развел, давай деньги. Значит, сначала деньги, потом стулья, потом выйду. Дали мне деньги на Одесса-Киева. Потом я разбил дорогу у Вилкова с Паской, там хватило 48 часов, чтобы на тот же дали. Потом я говорю, сейчас я иду к Одному, разберусь палатку, говорит, ладно, в следующий год будем делать такой ход. Но, как только я уехал, стоимость этой дороги выросла в разы, потому что коррумпированный глава, который, кстати, я назначил Одесской дороги, варил вода, потому что все эти дорожные компании, которые там, у начальников дорожных компаний в Одессе, яхты и самолеты. Я не могу представить, что в Нью-Йорке у владельцев дорожной компании был яхт и самолет. Вот то, что они не заделывают метр, и они зато летают на самолетах. И в результате эти дороги мы получили, но за эти деньги можно было построить автобан с мостом через Дубай, Дунай. Они реально проселочные, узкая дорога. Вы можете посмотреть, что я в Грузии строил и что построили здесь. Небо и земля. А вот нам сказали в итоге, что ваш приемник на посту губернатора Степанов сказал, что это он, он добился, он построил дорогу. Приехал Порошенко разрезом ленточки. Вам не было обидно, когда вы это видели, слышали? Нет, 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 нет. Мне совершенно не обидно. Пусть они что-то хотят, говорят, люди все прекрасно помнят. Проблема обидна в том, что реально качество огромное, с огромными нарушениями гораздо проще можно сделать. Что можно было бы сделать, если бы не было коррупции, если бы не было вариводы, если бы не было этих всех князей, если бы не было этого... скажите, пожалуйста, вас трижды Порошенко приглашал занять пост премьер-министра. Вы говорите, что вы трижды отказывались. Вы могли прийти, вы могли сменить всех министров. Нет, вот вы правильно. Всех министров сменили и все, и мы начали воевать с коррупцией. и как раз точно я так же спросил, ты разрешишь даже не всех министров. Я говорю, министр финансов, экономики, инфраструктура и так далее. Нет, ни в коем случае. Все, на этом закончился разговор, когда он серьезно предлагал. Два раза больше для разводки, для отвода глаз. Это раз. Я не хотел быть свадебным генералом, потому что у меня уже был горкий опыт, я был научен в Одессе, как это выглядит. Раз. Во-вторых, по той же таможне, как они нас развили. Мы хотели это в открытый метный просто. Мы разрушили фасад, мы построили новый проект. Да, вспоминали, что остался голый. Извините, а потом что было? Вместо того, чтобы пропустить этот закон, вместо того, чтобы дать деньги, они сказали, а мы тоже были что делать, что все грузы проходят за пять минут, все контейнеры с улыбкой, только пять процентов досматриваются усиленно, и то компьютер решает, вообще ни при чем, потому что, правильно? Вместо этого они все заблокировали полномет и заблокировали деньги. Мы остались при деньгах, которые дали американцы, которые на компьютере, на тренинг и все. Но этих людей мы не назначили. Ну хорошо, скажите, вот очень важный вопрос. У вас был очень такой острый конфликт с Аваковым. Так. И мы прекрасно понимаем, и даже уже президент Зеленский сказал, ну как бы намекнул на то, что он видит дальше этого человека на посту главного милиционера, полицейского нашей страны. Скажите, пожалуйста, вы с ним уже встречались, как у вас складываются отношения, и вообще могут ли они вообще как-то сложиться, потому что вы при одной власти будете? У меня нету конфликта, у меня не было конфликта с Аваковым, поймите меня правильно, не тот калибр человек, чтобы со мной быть конфликтом. У меня конфликт был с Путиным, у меня, можно сказать, конфликт был с Порошенко, не было у меня конфликта, отдельно взятый с Аваковым. Но у меня был конфликт, почему он вообще появился? Потому что, когда мы арестовали руководство ОПЗ, сделали здесь обыски, выявилось, что все деньги идут в Народный фронт и ППП, и Яценюк сошел с ума, его, Кассир Мартыника сошел с ума, Аваков их защищал, и Аваков на меня напал. Но это не он был, это была вся эта кодла, которая очень волновалась. Поэтому был конфликт с системой. Хорошо, скажите, пожалуйста, выборы он все-таки провел честно? Кто? Аваков. Нет, я считаю, что Аваков... Сетки разрушены, выборы были, достоинства этого человека. Потому что Аваков не пошел с Порошенко, это было очень здорово, потому что Порошенко не смог замкнуть систему. Он был готов покупать голоса, он не смог замкнуть систему. Даже если бы он замкнул систему, то это бы усложжена задача, народ был такой злой. Они бы прорвали все барьеры. Они все равно получили свой заказ народа все менять. Никаких полуутонов и компромиссов. Я думаю, что команда Зеленского к этому придет, но я думаю, что просто им, конечно, мы бы хотели учителить своим опытом, в том числе негативным. Я знаю, что старая система разговаривать без ежевых рукавиц, общаться, нет никакого смысла. Суровый человек, вроде улыбчивый. Последний вопрос хочу вам задать. Опыт научен, умудренный опыт. Вот вы вспоминали сегодня про университет. Я знаю, что вы были в свое время зам комитета комсомола. Нет, я вам скажу. Что вы из университетов, тем не менее, были исключены за диссидентскую литературу. Из комсомола. Из университета я не был исключен, я был исключен из комсомола. Из комсомола. Да. Но я научился одному. Я очень был по природе очень деликатный человек. Правда. Я не люблю людей обижать. И университет. Но каждый раз, когда вот на явно... Я думал, что вот прощаем, прошли, не вспоминаем, жизнь идет вперед, не надо оборачиваться, потому что я сама разрушаю. Но эти все коррупционные, олигархические, и так далее, кланы мафиозные, которых ты подвинул, они никуда не уходят. Если их до конца не выкорчевать, если у них не забрать медиа, если у них не забрать их деньги, если у них не забрать инструменты криминального влияния, они обязательно тебя догонят и всадят нож в спину. Поэтому мой опыт, при всей моей, еще раз говорю, природной деликатности, сейчас надо быть очень бескомпромиссным и очень жестким. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, как дальше будет развиваться и ваша политическая сила, как вы будете себя ощущать и помогать бороться президенту с олигархами. В общем-то, вы человек резкий, так что я думаю, что будет очень много ярких эпизодов. Ну что ж, уважаемые телезрители, я же напомню, что у нас сегодня в гостях был лидер партии Рух Новых Сил, экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и, кстати, второй президент в мире, который после Назарбаева поднялся на высотную гору Казбек. Правильно я сказал? Назарбаев разуме был на Казбеке? Он был на своей горе, вы поднялись на Казбеке. Итак, Михаил Саакашвили был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Приглашаем еще раз. Спасибо. Спасибо.